здравствуйте друзья я вас приветствую в это солнечное утро из калифорнии из кремниевой долины и вопросик у нас такой практический задан я на него попытаюсь ответить значит человек говорит я тестировщик программного обеспечения три с половиной года опыта и план такой что вот приехать в соединенные штаты обратиться за политическим убежищем и проблема в том что первые полгода от момента подачи а на самом деле это может быть даже больше чем полгода от момента приезда потому что он должен он не не прямо с самолета подает значит какое-то время он не знаю 7 месяцев может и 8 он должен будет жить в стране без того чтобы иметь разрешение на работу и соответственно там тестировать программное обеспечение нелегально ему не удастся он он понимает айтишные компании так не на не нанимают то есть я знаю какие-то случаи когда действительно у человека получалось но вот вот таким путем пройти но это было очень специфичный какой-то знакомый куда-то привел там свои ребята на кого-то оформляли там я не знаю что но как бы как правило это не работает как исключение конечно исключения разные бывают он понимает что это не не путь и какое-то время он должен заниматься еще чем-то какой-то простой работы которая видимо не очень высоко оплачивается он конкурирует реально с другими нелегалами поскольку он работает нелегально соответственно ему могут и не заплатить за выполненную работу тоже это это часто бывает например в нью-йорке вот если вы с людьми поговорить вот для нью-йорка это обычное дело потом там отработал несколько дней или там неделю и ему сказать еще допустим он не понравился или что-то могут до свидания и даже и не заплатит или что-то он сделает не так там я не знаю вряд ли это случается просто вот как обычная кидалова такое преднамеренное может быть он чем-то огорчил там своего работодателя не знаю могут не заплатить у него как бы прав нет как он думает на самом деле у нелегала с точки зрения не заплатили прав не меньше чем у гражданина сша но это отдельная история обычно нелегалы они ну если что случилось не не идут суд по судам там по каким-то там комиссариатом по трудовым отношениям и так далее они просто идут себе дальше но в принципе права у них и вот вопрос как как быть в это время потому что нихуя не хочется жить например в самом дорогом месте как вот типа кремниевой долины или там манхэттена там где ты много платишь хочется зарабатывать побольше но как вот совместить где и жить подешевле и зарабатывать побольше потому что мы знаем что заработки обычно связаны напрямую с дешевизной или дороговизной того места где человек живет то есть одна и та же работа в дешевом месте оплачивается не так хорошо как в дорогом и вот где-то должен быть но какой-то пик вот этой кривой если мы начнем ее строить как она зависит от двух этих параметров значит мы увидим что какой-то пик то будем и где этот пик вот куда мне поехать чтобы оптимизировать я честно сказать так это понимаю что все таки это носит временный характер вот вот это пребывание в нелегалке носит временный характер если человек едет семьей это накладывает очень серьезное ограничение потому что если еще скажем если он и она то это даже проще если оба работают но вот если допустим он она и ребенок особенно там скажем достаточно юный ребенок это уже сложно это он и резко начинает больше платить за жилье значит соответственно должен там одним заработком это все окупить и так далее поэтому с одной стороны он может приехать без копейки денег и отправиться сразу куда там работать то есть мы таких людей видим очень много с другой стороны он может приехать каким-то запасом денежным если у нее есть такая возможность и чувствует себя может быть немножко более вольготно то есть самые разные люди приезжают самыми разными возможностями накоплениями там и так далее поэтому они по-разному строят свою как бы линию поведение тут еще ситуация немножко усложняется тем что человек хочет потом искать работу в кремниевой долине поэтому он как бы не хочет там далеко выезжать из калифорнии и я в этом смысле могу сказать так что если ты уже с опытом и по-английски говоришь достаточно хорошо чтобы реально получить работу то я бы насчет первой работы не заморачивался и живи где живешь и ищи работу по всей стране совершенно не обязательно чтобы у тебя первая работа была в гугле пусть у тебя третья работа будет в гугле если тебе так приспичило работать в гугле или в apple или там лично в майкрософте или поэтому нет нет такой задачи чтобы на первой же работе оказаться там в кремниевой долине если тебе это не очень по карману другое дело что опять еще один фактор другое дело что в сан-франциско конкретно считается что это наиболее либеральные суд либера иммиграционные суд наиболее либеральные и вот эти иммиграционные офицеры которые на первом этапе значит могут дать или не дать человеку вот этот статус там политического убежища и с точки зрения прохождения процесса на грин карты на политическое убежище но как бы неплохо чтобы это было в сан-франциско но там все дорого и вот вот начинается вот такая оптимизация там возникал в письме город сакраменто вот может быть сакраменто сакраменто с точки зрения заработка конечно не самое замечательное место но с другой стороны там же и дешево но там очень очень все по карману там легче выживать первое время в там можно жить на русском языке там много наших соотечественников там что там еще там полно своей работы там кстати есть работа по тестированию программное обеспечение там сейчас бумирует рынок последние я боюсь собрать там 8 там 7 месяцев там началась прямо лавина у нас ребята многие из долины находят работу в сакраменто туда переезжают так что конечно я считаю сакраменто было бы совсем неплохим даже вариантом вот так если до этого дойдет но почему я вообще стал на эту тему значит разговаривать потому что это очень общий вопрос каждый человек который думает ну вот поеду я там на по политическому убежище что я буду делать так проблема есть было и остается как жить где заработать как сэкономить там я не знаю и не потратиться даже если человек приехал с деньгами это не повод их потратить и как бы вот в одной этой маленькой капельки океана эмиграции да мы видим весь океан это вопросы которые в той или иной форме решает каждый человек поэтому не каждый каждый кто идет вот этим путем на самом деле есть проекция этой же самые проблемы на более благоприятную ситуацию допустим вы приезжаете с грин карты с грин карты вы выиграли в лотерею или вы видите по воссоединению с родственниками значит и приезжает семья и очень часто это люди семейные и у них с языком проблемы вот вроде бы разрешение на работу есть языка нет и вот он там инженер или механик химик программистом я не знаю кто а языка нет и и он в той же самой ситуации то есть ему нужно какое-то время перекантоваться пока он сможет зарабатывать нормальные деньги по своей основной профессии по которой он хочет там работать развиваться и так далее и как как быть эти разрешение на работу есть а проблема остается она та же самая проблема это такая как бы очень очень вечная проблема вот перекантоваться нужно какое-то время перекантоваться либо для получения разрешения на работу либо для изучения языка либо для изучения профессии бывает что человек профессию Планирует получить, у него еще нет профессии Я не имею ввиду там коротенькие Какие-то курсы, как там Портнов компьютер скул там за 3-4-5-6 месяцев А я имею ввиду по-серьезному То есть вот допустим он там был Я не знаю, юристом А решил стать, я не знаю там Медбратом И значит на медбрата ему нужно там Несколько лет поучиться И И на программиста нужно несколько лет поучиться Если он по-серьезному хочет и так далее Вот у него план, а как быть Так что Отвечая конкретно на вопрос Конкретному человеку, я могу сказать Что Сакраменто совсем неплохое место Всем остальным Я хочу сказать, что Не надо географически себя лимитировать С точки зрения Первой хорошей работы Если это та работа, которую вы хотите Если это то, ради чего вообще Стоит напрягаться Значит снимайтесь с места и двигайтесь туда Где есть эта работа Не имеет никакого значения Где это есть Значит вряд ли она будет на Аляске Где холодно Вот во всех остальных местах Вы будете как в раю Честное слово То есть вы конечно Когда послушаете людей Они вам скажут Ой тут влажно Ой тут комары Ой тут ураганы Ой тут еще чего-то Но это Как бы очень вторичный Тритичный Фактор жизни В тех местах Там живет очень много людей Скорее всего это будет какой-то большой Ну или город Или мегаполис И там живет масса народу И они нормально с этим справляются Вот тем более что Если вам не понравится Так вы через полгода Через год двинетесь дальше Ну нельзя же так вот Через лестничный пролет Перепрыгнуть Ну там есть 10 ступенек Там Обычно Вот Ну можете прыгать через одну Вот есть люди Которые через ступеньку прыгают Есть люди которые На каждую ступеньку Так они встал Одной ногой Потом другую ногу подтянул Постоял на ступенечке Потом Опять на другую ступеньку Одну ногу поставил Потом туда залез Потом вторую ногу подтянул Постоял У каждого свой темп Ну значит Один быстрее там поднимется Другой медленнее поднимется Ничего страшного В той мере В какой он живет свою жизнь И Движется своим путем По этой жизни Чего он должен переживать Все нормально Так что Я Просто могу пожелать успехов Тем кто Планирует какие-то дела В этом направлении Успехов в их осуществлении Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...